Дарова всем ребятки, кентуха на проводе и прямо сегодня вам расскажу что же будет в будущих обновлениях 0, 17, 0, 0, 16, 5 и так далее. Ну прямо сейчас присаживайся поудобней, обязательно прожимай огромный лайк, если ты ждешь обновления, подписывайся на мой канал и пиши любой хороший комментарий, потому что кто все это сделает, я ему хотел бы разыграть 1000 голды. Ну что же, всем желаю удачи, а мы начинаем. Ребята, вы меня часто спрашиваете, что же надо для того, чтобы стать стримером. Сейчас все максимально просто, вам нужен просто телефон, не важно это iOS или Android. Заходим в Play Market и качаем Donation Alert Studio, это новое приложение от Donation Alerts. Стримить в этой программе может даже ребенок, потому что там все максимально просто, можно стримить как на YouTube, можно стримить как на Twitch, Одноклассники и так далее. Я уже пробовал стримить при помощи данной программы, вначале нам не в нем просто пройти авторизацию, потом после этого, как я прошел авторизацию, мы делаем название стрима, выбираем его качество, можем битрейт выбрать, ну и прочие-прочие настройки, все это максимально просто, максимально легко, то есть настроить стрим можно буквально за одну минуту. После этого, ребятки, устанавливайте нужные для вас виджеты, нажимаете кнопочку на начать старт и вы в эфире. Всем нужны ссылочки на Donation Alerts Studio, есть в описании, максимально быстро, прямо сейчас переходи, качай и становись стримером вместе со мной. Скачивайте приложение по QR-коду на экране. Еще раз, ребятки, всем приветик, прямо сейчас, перед тем, как я скажу, что же будет обновление, нам не будем разобраться, а когда же, собственно, будет само обновление. Для этого нам не будем перейти прямо сюда, потому что, ребята, первое обновление будет на рынке, выйдет новый голлпасс, а когда же он выйдет? Он выйдет тогда, когда он закончится, а когда же он закончится? Он закончится буквально через одну неделю. Конечно же, сейчас будут профи, потому что вы скажете, кем-то бегал, да ты и слитый бот. Ребят, выбираем фильтр, мы видим то, что коллекция Dragon Rise уже доступна на рынке. Ну, точнее, фильтр доступен, а сама коллекция будет в ближайшее время. Ну, а сейчас, ребята, я на правах эксперта по трейдингу расскажу вам, что же надо покупать, когда выйдет новая коллекция на рынок. Я скажу сразу, я советовался с многими трейдерами, поэтому это не мое мнение. Самое главное, я советую покупать арканы наклейки, они точно будут очень высоки в цене еще в ближайшее-ближайшее время. Дальше, очень дорогой в цене будет Диггл Аркана, потому что, ребята, это первая аркана на Диггл, она будет стоить ну минимум, ну минимум 1000 голды. Дальше, М60 меча, это тоже, ребята, очень красивый скин, просто посмотрите, я от него кайфую. И это тоже аркана, это будет стоить очень-очень дорого. Теперь давайте перейдем к самому-самому интересному, это, ребятки, ножички Танта. Сколько же они будут стоить, потому что вам всем интересно, я сейчас вот как эксперт по обновлению расскажу. Смотрите, к примеру, Танта Доджо, да? Ну, это, скорее всего, будет самый дешевый скин, он будет стоить примерно 1200 голды. Смотрим дальше. Вот этот вот, Якудзе, будет стоить примерно 1500 голды. Ну, а самый красивый Танта, это, ребятки, скорее всего, Транзитер, потому что, посмотрите, он сочный, он будет стоить в районе 2К голды. Поэтому, как только обнова выходит, быстрее, кабанщикам, успейте залететь и купить Транзитер. Я себе куплю Флоу, тоже очень классный скин. Я вот все думаю, или Флоу покупать, или Транзитер. Не знаю, дайте совет, что круче, напишите в комментариях, потому что я вообще, ребята, без понятия. Дальше смотрим стикеры. Стикеры это та вещь, которая всегда будет стоить дорого. Поэтому, ребята, однозначно покупаем Голден Дрэгон и покупаем Зен. Блин, какие же это красивые стикеры, как красивая анимация. Я реально хочу их купить, блин, ребята, как же это круто. Так, ну что, смотрим дальше. У нас еще есть стикеры Арканы. Да, ребята, Зен Чип Колор, я скажу откровенно, этот стикер, ну, не очень красивый, поэтому он будет стоить не очень дорого. Поэтому я бы не советовал его покупать. Ну, а вот конкретно легендарку Санцет Голд, легендарку Неон Дрэгон и легендарку Кои Колор я бы рекомендовал покупать. Потому что эти легендарки будут стоить минимум по 200 голды. Самое главное подождать. То есть вы, как только покупаете эти наклейки, главное ждать, потому что буквально через пару месяцев цена вырастет. Кстати, да, еще пару нюансов касаемо дата обновления, ребятки. Есть одна проверенная информация, когда будет одно глобальное обновление. Ну что же, прямо сейчас нам надо взлететь обратно на рынок в коллекции. Ребята, ну, вы понимаете намек, да? Хэллоуинская коллекция. Да, да, вам не послышалось. Именно на Хэллоуин, а это 31 октября, это через 2 месяца, да, ребята, это будет долго еще ждать. Но я заранее вам скажу, ровно через 2 месяца железобетонная выходит новая коллекция хэллоуинская. Выходит новое обновление, новый трейлер и все будет по фэншую. Ну, а сейчас, ребятки, немножко грустные новости, потому что режим штурма это временный режим. Это то же самое, знаете, что и был раньше режим дуэль снайперов. Да, это был крутой, прикольный режим. Но со временем этот режим убрали. То же самое происходит и с режимом штурма. Но, ребята, прямо сейчас максимально заходите, максимально играйте, максимально получайте удовольствие. Потому что, возможно, уже в ближайшем обновлении этот режим просто возьмут и уберут. Ну, а прямо сейчас мы, ребятки, прочтем ответ от разработчиков на их официальном сайте. Я не знаю почему, но почему-то у разработчиков эта тенденция повторяет все за американцами. Они просто берут и сайт, где 95% русскоязычного населения делают на английском языке. Не знаю зачем, потому что никто этим никогда в жизни пользоваться не будет. Ну, ладно, ребятки, давайте переведем. Что вы планируете добавить в будущем апдейте? Ну, и, конечно же, разработчики, знаете, что отвечают? Подписывайтесь на наши социальные сети, потому что именно там мы оповещаем о всех новых обновлениях. Ну, а прямо сейчас вы подумаете, что я сошел с ума. Может быть, это правда, но, надеюсь, нет. Нет, я нашел статью, которую они публиковали два года назад. И они обещали кое-что изменить. И давайте посмотрим, что же они обещали изменить. Значит, это и будет в ближайшее время. Потому что, ребята, они уже на протяжении двух лет занимаются этой работой. Так, ну что же. Первое и самое главное. Они обещали еще два года назад перейти на сетевую архитектуру клиент-сервер. Просто, ребята, почитайте о возможностях этой архитектуры. Первое, это защита от большинства зомов. То есть, это, скажем, нет читерам. Я думаю, разработчикам надо добавлять клиент-сервер, потому что читеры уже надоели. Дальше. Возможность записи матчей. Это очень круто, потому что вы прямо с вашего телефона сможете записывать матчи. Дальше. Уменьшение потребления трафика. Это очень хорошо. Дальше. Повтору после смерти игрока. Это тоже очень полезно. Но, ребята, самое-самое главное, это возможность добавления бота в матч. Да, вам не послышалось. Боты в игре! А как же это было бы круто! Но это все будет только вместе с клиент-сервером. Поэтому мы очень сильно ждем. Дальше. Мастерская. Просто, ребята, представьте, это большой прорыв был бы в стендоффе. Потому что мне уже надоело играть на них в тех же самых картах. Было бы круто, если бы кто-то, какой-то контент-мейкер взял, сделал карту. Я зашел в мастерскую. И в мастерской скачал его карту. Или скачал его скин. Установил себе. Играл и получал удовольствие. Это очень-очень много разного контента. Это очень-очень круто. И я, честно говоря, это очень сильно жду. А теперь, ребятки, самое интересное. Я думаю, вы все заметили то, что в режиме соревнователям, да? Уже изменены почти все карты. Ну, карта провинция. Карта раз. Карта зон 9. Карта сакура. Карта с инсталон, скорее всего, меняться не будет. Потому что она и так идеальна. Не побоюсь этого слова. Но теперь разработчики, скорее всего, перейдут к командному бою. Потому что, ребят, ну, например, карта виллдж. Ну, блин, ну она же скучная. Ёлки-палки. Я уверен, что разработчики в ближайшее время изменят эту карту. Там будет куча разных проходов. И, возможно, с этой карты сделают не просто командный бой. Возможно, с этой карты сделают какой-то полноценный режим. Потому что, ребята, карта максимально идеальна. Тут много нынчик. Много разных секретных подсадов. Много-много всего прикольного. Даже эта корова. Блин. Вот за это разработчикам 5 с плюсом. Поэтому я очень сильно жду, чтобы карту виллдж тоже изменили. Ну, а что же ждешь? Именно ты прямо сейчас напиши в комментариях. С вами был ваш Кент ПК. Обязательно ставь лайк и подписывайся. Всем удачи.